Коль, скажи, а ты спирулину пробовал? Чего? А семена чья? Не пугай меня этими названиями. Что это такое? Наверное, какая-нибудь ваша специализированная еда? Это не просто еда. Это супер-еда. Супер-фуды. И ты хочешь об этом поговорить? Очень. Ты будешь смеяться. Я тоже сегодня об этом очень хочу поговорить. Предлагаю сделать это прямо сейчас. Я Николай Пименко, и я ем мясо. А я Юлия Кривопустова, и я отказалась от мяса. В эфире программа «Зебра». Коль, я ни чуточку не удивлена, что мы сегодня выяснили, что ты даже не знаешь, что такое супер-фуды. Я, честно говоря, и не знаю, и не знал. Хочу ли я знать? Сегодня, наверное, ты мне расскажешь. Хочешь. Почему? Потому что я пригласила гостя в студию, который знает про супер-фуды все, и даже больше меня. Это вот про вот это? Ну, да, это про вот это. Отлично. Кто же у нас сегодня в гостях? Приглашаю в студию представителя компании «Амадеин. Продукты 22 века» Александр Фетисова. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня сразу же первый такой вопрос, может быть, немножечко нахальный. Почему же 22 века-то? Это получается, что это продукты будущего, что ли? Не все доживут до 22 века? Наоборот. Наоборот? То есть уже сегодня? Чтобы дожить до 22 века. А, чтобы дожить до 22 века. И концепция, идея именно в этом, что, чтобы дожить до 22 века, нужно питаться правильно, сбалансированно. Мы привыкли к названию, ну, по крайней мере, который ходит у нас в народе, благодаря некоторым известным ресторанам быстрого питания, к слову «пастфуд». Тут есть тоже слово «фуд», но какой-то суперфуд. Что это такое? Юля-то знает, она делает вид. Да, но я буду молчать. Сегодня у вас все будет рассказывать. Нет, 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 ты будешь задавать тоже вопросы? Да, вы будете задавать. Мы за одну команду играем. Что же такое суперфуд? Потому что я прочитал до начала программы название некоторых продуктов, которые здесь представлены. И кое-что я знаю, а кое-что я вообще первый раз слышу. Такое ощущение, что это с какой-то другой планеты. Что такое суперфуд? Ну, если разговаривать про название суперфуд тезисно, то, по сути, это аббревиатура, которая свойственна продуктам, объединяющим в себе набор микроэлементов, витаминов, различных минералов, которые содержатся в этих продуктах в разы больше, чем в тех традиционных продуктах, которые мы обычно употребляем в пищу. То есть правильно понимаешь, что можно съесть что-нибудь одно и заменить первое, второе, иногда и третье? Не совсем. Это как раз та провокация, которой подвергается обычно эта теория. И нужно четко понимать, что ни один из продуктов не заменит первое блюдо, второе блюдо или третье. Это всего лишь дополнение к традиционному рациону. Например, восполнить витамин С. Или, например, восполнить белок. Или, например, восполнить недостающие какие-то другие микроэлементы и минералы. А возможно, вот продуктами, ну, я буду играть в то, что я ничего не знаю, тоже я хочу сказать. А возможно, все-таки продуктами восполнить? Вот мне не хватает витамина С. Какой суперфуд вы порекомендуете мне внедрить в свое питание? И насколько это может дополнить? С точки зрения суперфудов, наверное, это лукума. Да, эта штука произрастает в Латинской Америке, в джунглях, в лесах Амазонки. По сути, это плод, в котором витамина С содержится в 20 раз больше, чем в традиционных наших цитрусовых, которые мы употребляем в печи. Соответственно, с точки зрения восполнения именно витамина С, да, конечно. А белок? Вот у нас вегетарианский канал. Очень смотрят много вегетарианцев или тех, кто болеет за вегетарианцев. Вот что нужно в рацион добавить из суперфудов, так сказать, да. Да, люди не знают, что такое счастье, правильный белок, да. Ну, у нас базово есть вещи, которые... Про белок это отдельный просто разговор. Есть вещи, которые восполнят белок просто по умолчанию, как крупы. Это кино, это чия, это амарант, это лен. Даже Николай уже про них знает. Да, я на одну кашку уже обнаружил. Соответственно, также можно добавить спирулину хлорелу, в которых... Это водоросли, да, в которых содержится большое количество белка. Ну, и, соответственно, если говорить про наши традиционные вещи, то у нас есть линейка суперфудов. Ну, мы ее так и называем. Это спортивное питание, не содержащее животных белков. Она, соответственно, подходит, опять же, в вашей целевой аудитории. Да, к нам очень много спортсменов приходят в гости. Там как раз смесь и с кино, чия, амаранты различных микроэлементов, различных именно суперфудов из лесов в Латинской Америке, в частности. Ну, вот у меня сразу же есть какой-то определенный скептицизм. Не потому что так задействован в нашей программе, а потому что мы так, знаете, приучены, много чего рекламировали, не только в еде, а вообще в жизни. Потом куда-то исчезает, а люди уже на это подсели, что называется. Чтобы разобраться сейчас, насколько это некая такая другая реальность, вот зачем мне, употребив первое, второе, третье, возвращаясь к любимой теме, еще добавлять себе некий витамин С? Это что, отдельным блюдом? Или это какой-то таблеткой должен запить? Или заесть какой-нибудь там вот одним каким-то предметом? Либо что-то растворить и выпить как коктейль? Зачем? Если я смогу через два часа, там, ну, знаете, как есть, можно питаться часто, но... Дробно. Да, дробно, но и так далее. Вот зачем все это? В чем разница между представленными вашими продуктами? Зачем эти добавки? Вот слово добавка еще, знаете, такое тоже опасное сегодня. А здесь нет, ни в одном из наших продуктов нету слова добавка. Да. Как ни странно, потому что это реально опасная штука с точки зрения потребительского восприятия. Да, но вы говорите, что вы дополняете тогда, как некий вот этот элемент С. Вот, предположим, вы говорите, витамин С, я съедаю обычное блюдо, даже пускай без мяса, чтобы Юле было приятно, и вы мне говорите, да, надо иногда делать приятные вещи, и вы мне говорите, что еще нужно добавить к этому первому, второму, третьему. Так вот там салатик овощной, не знаю, какое-то первое блюдо такое постное, ну, и на второе тоже кашка какая-нибудь. Что еще можно добавить из вашего продукта? Так это кашка, можно я помогу, да? Или вместо. А вот эта кашка кино, допустим, это может дополнение быть к твоему блюду, там очень много белка, и считается, что этот белок схож даже с животным белком. Поэтому это просто как дополнительное блюдо. На тарелке. Да, да, гарнир какой-то полезный вот. Да, но тогда еще такой вопрос возникает. Мы же, родившись на одной шестой, или сейчас, может, чуть меньше, по-моему, она считается, что-таки остается территория, мы привыкли к какому-то питанию, и то даже, скажем, там, Петропавловске, Камчатском, в этом крае одно, а где-то в Якутии другое, здесь у нас в центральной части России третья. Насколько нам подходят вещи, привезенные бог знает откуда? Почему? Ну, давайте размышлять на эту тему. Насколько нам подходят апельсины, которые не растут в Петропавловске, Камчатске. Или банан. Мы подсели, еще кого-то подсадили давно, мы уже вроде как своими воспринимаем. Здесь же то же самое, но в данном случае... То есть вы нас подсаживаете на новые товары? То есть в 22 веке это будет обычная еда? Возможно. Мы не знаем, как мы будем питаться в 22 веке, и это всего лишь одна из гипотез, как мы можем питаться в 22 веке. Срок годности, например, у спирулины и у банана или там у апельсина, он разный. И если, например, не заниматься консервацией, различными доработками традиционных овощей и фруктов, то нам нужны заменители. Например, в Петропавловске-Камчатском с бананами проблема. Да, согласен. Для них это может стать очень серьезным дополнением к рациону. То есть правильно я понимаю, что речь идет не просто о здоровом питании, а о неком сбалансированном подобранной схеме, да, есть такое популярное слово, противная схема, которое, в общем-то, в дальнейшем может вообще изменить наш традиционный подход. А мы хотим ли... Сейчас секундочку. А хотим ли мы этого? Хочу ли я отказаться, извини, теперь уже против тебя, от какого-нибудь замечательного куриного супа? А это уже зависит от вас. Нет. Тут вопрос в выборе. Скажите мне, что это вкусно, питательно, я буду прям... А давайте попробуем. Давайте, что вы принесли, скажите. Ну, мы можем начать с простых элементарных вещей, да, это специи, которые всем известны, и, например, это корица, кардамон. Мы можем попробовать какао-продукцию, мы можем попробовать какао-бобы в натуральном виде. Я видел у вас большие, вот тут где-то большое такое, вот это что такое? Это какао. Какао-тертое, какао-масло, это, собственно, основные два ингредиента для своего традиционного шоколада, который мы можем приготовить. Кстати, вот какао-масло рекомендуется, даже если болит горло, просто, ну, поесть его. Да, это вот что это, традиционный, кстати, советский рецепт. Так как мы говорим о некой замене, да, питания будущего, что это заменяет? Просто шоколад. Ничего не заменяет. Просто это, вот в данном случае про какао-масло и какао-тертое, это два основных ингредиента, из чего состоит шоколад. Ну, он ничем не разбавлен, нет никаких ни добавок, ни химикатов, ни ешек. А сколько процентно? Содержание стопроцентное, что ли? Ну, чисто технологически берут какао-бобы, отжимают их в прессе, получают какао-масло. Ага, можно попробовать? Да, я, как всегда, в эксперименте, если в следующей передаче у меня не появятся, значит, все вопросы к Юле. Я возьму черненькую, то есть коричневую и беленькую возьму, и будем пробовать. А ты пока задавай вопросы. Я пробовала. А у меня другой вопрос. Очень же много сторонников наших любимых суперфудов, но и много противников. И одной из претензий является, что, вот как Николай сказал, что у нас в России много своих суперфудов. Допустим, говорят, что киноу, это наша же лебеда, там еще крапива, ну, очень много. А вот насколько это так, и насколько вот суперфуды, которые привезены непонятно с какой страны, ну, далеко, они работают здесь. Или же все-таки можно найти аналоги, которые будут обладать такими же свойствами, да, питательными. Наши отечественные. Но наше отечественное, вот то, что у нас есть. То есть здесь вопрос двухсторонний, потому что, с одной стороны, я абсолютно поддерживаю эту теорию, и мы реально заменяем многие вещи. Например, тот же лен с амарантом. Это российский. Мы не используем лен и амарант, который там выращивается где-то либо в Латинской Америке, либо в странах Европы. А зачем? Ну, да. Ну, просто теоретически. Но, с другой стороны, например, есть вещи, которые просто не произрастают в нашей полосе. И мы их само собой восполнить можем либо аналогами, да, какими-то по... Например, если проводить параллель, то пенамбур российский и екон. С точки зрения полезности он содержит нулин. И тогда можно заменять, да, но есть вещи, которые незаменимы. А что вот незаменимое из вашего набора есть? Что такое попробовать, что, может быть, и не удастся уже до 22 века-то? Ну, вся продукция какао, она все-таки свойственна определенной экваториальной зоне. Это либо страна Африки, либо Латинская Америка. Какие-то вещи, которые произрастают в Азии. Та же корица, та же кокосовая вся продукция, там, стружка, сливки, масла. Какао. Что это такое? Это ягоды Годжи. О, что это за ягоды такие? Их можно есть? Да, конечно. Пару лет назад это был бум просто. Все скупали ягоды Годжи. Ну, их хорошо заваривать, как чай. Компот делают с них. Они сладкие, обладают определенной сладостью. У меня сегодня и ужинать не надо будет. Посможно. А вот это вот бобы, да, правильно? Да, это какао. Это вот те самые, из которых, собственно говоря, шоколад и... Послевкусие хорошие у ягодки. Даже некоторые виски добавляют. Вот сейчас об этом не надо, мы о здоровом питании говорим. Ну, я просто... Ну, тут зубы надо хорошие иметь, правда? Ну, все-таки это как любой орешек, это орешек. Я как подопытный кролик себя чувствую. А погрызи корицу еще. Да. А вот это вот... Сейчас, Павлыч, что вот это за таблетки? Это спирулина. Ну, просто в форме таблеток. Это не таблетки как таблетки, это просто водоросли, которые отформованы. Вот напомните мне, честно скажу, название спирулина, или как некоторые неправильно называют спирулина, потому что, видимо, что-то связывает с другим. Но, как бы народ наш запоминает по-своему. Тем не менее, я вот помню, что это уже какой-то был такой этап, вот она отовсюду, с телевизора. Что это такое? Что это за водоросли? Сейчас, кстати, популярный у нас везде заброшенный... У меня рядом, скажем так, восточный магазин, открыли такой, ну, нормально. Там продают вот эти водоросли тоже зеленые, которые... Ну, типа чипсы. Ламинарии. Да-да-да. А это что за водоросли? По сути, это водоросли, которые выращиваются, ну, определенным образом в определенных ваннах. Да, потом, ну, обрабатываются, перерабатываются и формуются либо в таблетке, либо продаются в порошке. Очень рекомендуют вегетарианцам добавлять, потому что там много белка. Много белка, йод, который нам на самом деле очень нужен, да, для... А если я, например, не вегетарианец, я же съем эту спирулину, и тогда у меня будет больше белка, чем надо, правильно? Если я ем, например, яйца. Вопрос усвояемости вашего организма. Это индивидуальный момент. То есть таблеточку в день надо употреблять? В данном случае надо просто посчитать, например, со специалистом-нутрициологом, да, что подходит вам больше. Ну, какая дозировка, да. Там по весу на килограммы или вообще, да? Ну, я одну, если съем, я что-то съем. Ну, сейчас, может... Нет, сейчас от одной таблеточки. Да? Пробуем? Да, в данном случае. Видишь, Юля, она все ради тебя едет. Ой! Смотри. О! И запей хлорелой. Развание, развеяй меня сразу. Хлорелла меня сразу пугает. Название? Ну, в данном случае это тоже водоросли. Так, давайте про хлорелу расскажите, что это такое. А есть она у вас с собой? С собой нет. А, ну вообще есть. Вообще, я понимаю, вот тема водоросли, она же интересная, потому что если мы с вами возьмем даже аптечные дела, вот все, что связано с фармакологией, там очень много всевозможных, да, лекарств, которые, особенно для внутреннего употребления, связаны с возможной переработкой водорослей. Правильно я понимаю, что и в плане еды, в плане вот вашего подхода, то есть водоросли вы выделяете как не просто даже питание, а некое такое лекарственное немножко. Нет, лекарственным вопросом это выделять не надо, но... То, что надо по-другому сертифицировать. Ну, в любом случае, да. Но нужно понимать, что все есть яд и все есть лекарства, да. Вот есть такой тезис, что в медицине, что в подходе к питанию можно переесть и риса, да. Да. Можно переборщить и с мясом, да. Это для меня спасибо. Да, да. Юля когда-то, видимо, переборщила и отказалась, я так думаю. Это шутка. Соответственно, опять же, возьмем банальные специи, можно переперчить. Да, согласен. Или пересолить. Ну, вот хорошо, у вас очень много там всяких таких надписей. Вот веган, я вижу, стопроцентный натуральный продукт. Вот это тоже иногда очень часто пугает потребителя, да. У нас много было программ в разных, когда мы пытались понять, вот там, без ГМО. То есть очень много красиво всего написано. То есть возникает вопрос, а какие доказательства, что там находится что-то такое, что оно, ну, типа, безопасное для меня? Приходит к вам человек впервые? Это концепция компании. Мы, собственно, на этой концепции выстраиваем всю нашу модель. Работы во всей Европе, в Штатах и вообще в мире, это сейчас массовый тренд, работа с продукцией органики. То, что выращивается без пестицидов, химикатов, ГМО. И человек сможет посмотреть, потому что прочесть-то можно... На большую часть продукции, где у нас есть сертификаты, мы, соответственно, пишем. То есть это какие-то стандарты европейские, америкальные? Какие у вас стандарты вообще? У нас в России нормальной сертификации ЭКО-БИО как таковой пока нету. Но она формально есть, но нету. Ну да, мы даже программу делали про это. Как формально есть, но нету. Да, но мы не встречаем, когда мы общаемся с фермерами в России, ну, это сложный для них вопрос. А у нас есть фермеры в России? Которые считают, что они выращивают органические продукты. А, понятно, да. Так, а какая у вас тогда сертификация? Соответственно, мы используем сертификаты как доказательство либо стандарта США, либо грин-лист Европы. Ну, соответственно, это ассоциация. А откуда вы привозите в основном? В основном это Перу, в основном это Шри-Ланка, в основном это Мексика. Ну, сейчас разрабатываем Парагвай, Аргентину. А лен откуда? Лен из России. Лен уже о России вынесли. Ну, я хотела знать регион конкретно, Россия. Ну, в данном случае, по-моему, Амарант это Воронежская область, произрастание, соответственно. А почему вот в Воронежской области есть Амарант, но нет кино. В Воронежскую область я знаю, даже бывал в ней. А про Амарант я ничего не знаю. Почему у нас вообще не знают про вот некоторые названия? Ну, я бы не обобщала, так что не знают. Ну, я представляю, я уверен. Знаешь, я хотел, конечно, обыскать, но мне кажется, многие, хорошо, многие люди не знают, откуда такое незнание. Я бы еще сказала, есть еще пока люди, которые не знают. Вы помнится, правильно, чтобы было интеллигентно. Почему многое из того, что вроде бы называется здоровым питанием, по крайней мере по версии, как вы говорите, тех же американцев, европейцев и так далее, у нас не знают. Это какая-то была позиция еще издавна? Давно забытая, старая. А, то есть раньше это знали. Да, Амарант произрастал на Руси, им кормили скот листвой амарантовой, потому что в ней тоже много белка. Со временем его вывели. Это так же, как со скользкой темой про очищенную коноплю, например, в которой была засеяна вся Русь, но, тем не менее, потом... Знала бы Русь. У нас и виноградники тоже. Подвергали. То же самое и с лебедой. Чия, испанский шалфей, да, там дословно, и киноа, это лебеда, это давно забытая старая культура, которые возделывались как раз в Латинской Америке. Ну, тогда я сразу же в противовес вам скажу, ну, значит, люди поняли, что, наверное, им это не подходит, и они отказались от этого. Какой вариант же тоже может быть? Вопрос, опять же, трендов. Но пришел какой-то человек и сказал, больше не ешьте лебеду, все. Ну, возможно, было и так. Я рядом не стоял в тот момент, судить не будем, но, возможно, было и так. Скорее всего, просто увлеклись более массовыми продуктами для возделывания, которые легче изменять для того, чтобы решать большую глобальную проблему Волода везде. То есть тот же рис быстрее, да, наверное. То есть не столько витаминизированным путем, а просто путем масштаба, да, чтобы решить проблему ГОК. Возвращаясь к продуктам, вы проводите какой-то мониторинг, вы какие-то продукты новые ищите, новые формы, то, что даже Юля не знает, скажу тоже. Да, есть же такие варианты, наверное. Есть. Вы их ищете в самых разных странах мира, потому что прозвучали какие-то такие, знаете, редкие страны, и человек неопытный скажет, ну да, это клево, потому что я же там никогда не был, наверное, что-то привезут такое. А мы не слышим ничего такого европейского, там Испания, Италия. Да, услышали Воронежскую область, приятно. То есть насколько ваш мониторинг новых этих продуктов будущего по всей планете, так сказать, идет какое-то исследование в этом направлении? Ну, мы на самом деле его осуществляем, наверное, в режиме постоянный, потому что нам интересны как раз все новинки, с целью, пусть рынок по этим продуктам будет маленький, но это новинки. Потому что одна из концепций компании – дать просто альтернативу тому, что есть в массовом рынке продуктов питания. Соответственно, возьмем фасоль маш, которая три года в России, и раньше никто про нее сильно не слышал, а сейчас это… Хотя это такая нормальная узбекская каша, которая на всех рынках всегда эта крупа продавала. Возьмем там булгур и кускус, да. Тоже азиатская, турецкая. Да, но обратите внимание, что, извините, опять же, фастфуд как-то быстрее очень пришел, буквально вот как первый там открылся ресторан в далеких 90-х годах, так народ туда и потянулся. А вот эти вещи как-то очень тяжело продевают дорогу. Тоже тянется. Неужели, может быть, какие-то враги мешают? Есть такая… Враги всегда мешают. Стоимость называется. Да? Нет, просто о чем я говорю, что вы позиционируете… Сейчас у нас много магазинов открылось, мы это, кстати, как-то обсуждали, да? Там биопродукты, фермерская лавочка, еще что-то. Красиво, да? Не так, как вот в каком-нибудь большом продуктовом магазине, где все понятно. Здесь хлеб, здесь… Ты заходишь, помидоры лежат, думаешь, чем какая разница. 500 рублей. Да. Вот. И красиво, ну да, там красиво все одеты. Бесплатно пакеты дают теперь, это тоже проблема уже. Вот. И, собственно говоря, ощущение все равно у человека советского, а в чем разница-то? Кефир стоит, молоко и так далее. Точно так и ваши продукты. Они же, наверное, стоят, я так понимаю, все-таки каких-то денег. Не получается ли вы, что вы пытаетесь разделить население на две категории? Одна, которая думает о будущем своем, а другая, которая, ну, сахар так, сахар. А так и получается. Я не буду сейчас там юлителю ходить в сторону. Это же вопрос, ну, понимания или непонимания. То есть каждый сам для себя принимает решение? Конечно. Тут нет задачи навязать и заменить, например, кино рис. То есть у вас есть свой уже покупатель, который приходит, но, наверное, он тоже что-то требует какого-то расширения. Вот, опять же, это... Собственно, поэтому мы и ищем новый продукт. Ага, понятно. Грубо говоря, мягко выражаясь, как говорил Аркадий Исаакович Ракин, можно ли вообще полностью на сегодняшний день, идете ли вы к тому, что полностью заменить рацион человека современного вот этими продуктами, чтобы был на первый, на второй, на третий? Я уже спрашивал, но в данном случае уже так глобально посмотрю. И вообще, когда-то это произойдет или нет? Возвращение, получается, к истокам, если верить. Скорее всего, для... Опять же, не для всех, но это произойдет. В концепции нашей мы начали с базовых вещей, пока это крупы. Дальше из этих круп мы отжимаем масла, где можем, изготавливаем муку. Следующий этап, который мы сейчас готовим, это вот продукты в концепции открыл-съел. То есть это рецептура, линейка батончиков, это будут завтраки, это снеки, это, опять же, формат спортивного питания. Ну, тут же шоколадный, по-плесообразный. Да, ну, это ингредиенты для шоколада больше. Ну, вы что, это съел нормально? Нет, я очень люблю просто есть. Красиво запаковали. Они очень обережают. Кстати, по поводу шоколада, да, у нас тоже была программа. На самом деле, мне кажется, что если шоколад будет вот выездить, да, говорите, вот он такой и есть. Я лучше бы съели бобы. Где ты найдешь такие бобы, правда, сейчас? Ну, вот сейчас мы как раз... Другое дело, что, наверное, стаканчик таких бобов стоит недешево. Ну, все относительно. В среднем пачка на полке 300 рублей. А, ну, это нормально. То есть вот... Ну, это достаточно надолго может хватить, потому что в день больше трех бобов ты не съешь. Ну, там, три-пять, потому что в них есть кофеин, и... Ну, я вот один съел, и совершенно уверен, что и второй сейчас. Ну, ты съешь три, и посмотрим на тебя. Хорошо. Не, ну, я не буду есть. Как бы потихонечку двигаясь к финалу, во-первых, спасибо вам за вашу откровенность. Мне всегда нравится, когда, ну, люди говорят так, как есть, пытаются что-то представить. Почему? Потому что, ну, для меня это, правда, открытие определенное. Еще раз. Это возвращение к истокам, либо это попытка взять из того, что утеряно оттуда, что-то оставить из современного питания, но, может, каким-то образом модернизировать, и поиск совершенно новых продуктов, которых вы даже, может быть, вы не знаете на сегодняшний день, какими они могут быть и из чего они могут состоять. Если резюмировать, то это попытка дать достойную альтернативу тому, что есть сейчас в сетевом ритейле, преимущественно на полках. То, что в силу того, что наши продукты не содержат ни химикатов, ни пестицидов, ни добавок, ни ГМО, мы пытаемся вернуть, собственно, как раз давно забытое старое потребление неизмененных продуктов. И вот тут бы, если бы я сидел и представлял известный какой-нибудь магазин, о которых мы сейчас сказали, я бы сказал, да, вы абсолютно правы, и я с вами абсолютно согласен, но у нас много людей, мы не сможем сегодня всех накормить натуральной пищей. Все ей нужны. И не нужны. Они все и захотят, самое интересное. Вот. Получается, что тогда вот это будет еще борьба между неким массовым потребителем и потребителем и так далее. Хорошо. Ну вот у меня у тебя есть еще вопросы? Нет, мне было очень интересно. Я все, что хотела, узнала. Вот. Что мы еще попробуем под занавес? Во-первых, вот этот замечательный набор называется у нас, напомните, пожалуйста. Кардамон. Его надо как? Его ж не едят? Ну, на самом деле это специя. Да. В кашу добавлять, потому что оно очень вкусно. Или в кофе. Да, да, да. В кофе, да, обязательно. Больше спец. И вот это то, что... А это корица. Всем известная, настоящая. Тоже очень вкусно чай делать, и корицу палочкой добавлять. Корица, да, корица. Вот я ее беру и... Только не зажигай. Нет, зажечь в хорошем, в другом смысле, переносном. Спасибо вам большое. Вот, удачи вам. И чтобы ваш проект дожил хотя бы до 24 века. Это следующий этап. С вами. Всего доброго. Для полноты картины, я думаю, что стоит еще пригласить специалиста по питанию. Так. Если ты не против, я бы пригласила нутрициолога Веронику Хованскую. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Вероника. Меня напугало сразу вот этим названием. Специалист. Специалист, да. Что такое нутрициолог? Нутрициолог – это специалист, который работает, в принципе, со здоровыми людьми. То есть это не клинически. Но работает с тем, чтобы стало питание намного лучше в зависимости от того, какие цели у человека. То есть это человек, который ел себе, ел, а потом вдруг подумал, а правильно ли я ем? То есть вроде бы ничего не болит так особо, да? Но есть ощущение, что хочется как-то изменить схему питания. Либо скорректировать свое питание и немножко улучшить вес, да, какие-то показатели. И неужели вот такие люди есть, которые пока, у нас же как, пока не крикнет там рак кое-где, да, только потом приходят. А к вам приходят, получается, еще вполне себе нормальные люди, которые просто решили немножко, там, кто-то похудеть, кто-то, может быть, на обратно без, да? Хорошо. И что входит в задачу этого специалиста? Первая моя задача – это посмотреть, что есть на данный момент у человека. То есть какое у него здоровье, какой у него образ жизни, какие у него предпочтения, какие у него, естественно, задачи и цели. То есть люди приходят совершенно с разными целями. Это не только похудеть или набрать вес, это не только улучшить здоровье. То есть иногда человек понимает, что у него есть определенная цель, например, спортсмены. И как ее решить с помощью питания, они не знают, поэтому они обращаются ко мне. Понятно. Ну вот сегодня мы говорим для меня, например, о каких-то новых продуктах в нашей программе, которые называются здоровыми. Вот как вы считаете, большинство, да не просто большинство, но практически все, это Юля только знает какие-то тайные ходы. И Вероника. Да, и Вероника тоже, где чего-то какие-то специальные продукты. А большинство людей не знают, они пользуются теми магазинами, которые у нас существуют. Ну где-то что-то может появляться, там диетические продукты и другие. Почему так называемые продукты правильные, по крайней мере, как вы считаете, они не пользуются таким успехом сегодня? Они их не знают просто, что ли? Давайте по-честному. У нас питание, точнее традиции питания идут далеко из Советского Союза. То есть там была цель накормить людей. Просто накормить. Сытно. Да, потому что люди работали у нас в несколько смен, просто чтобы поднять страну. Поэтому чем их кормить было не так важно, тем более был не очень большой выбор. Сейчас же у нас становится все больше и больше продуктов, мы можем что-то экспериментировать, пробовать. Но народ привык к макаронам по-флотски. Макароны по-флотски, это уже забыли, как называются. Да, народ привык к макаронам по-флотски, к картошечке с мясом, с сальцем и прочее. Поэтому для них правильное питание очень часто это какие-то замысловатые штуки. Хотя на самом деле взять ту же кашу, это все правильное питание. У меня вопрос к Веронике. Вероника, а вот когда к вам клиенты приходят, вы рекомендуете им суперфуды? Как вы к ним относитесь? Есть клиенты, которым я рекомендую, потому что им интересно разнообразие, им интересно попробовать что-то новое. И им интересно заменить какие-то привычные, но уже, скажем так... Поднадоевшие. Продукты более новыми. А какие вы рекомендуете? Вот во что вы верите? Потому что очень много на рынке всего. И что-то уже себя даже успело дискредитировать за это время. Вот какие продукты вам лично нравятся? Вы считаете, что там много питательных веществ? Расскажите про них, чтобы наши зрители тоже узнали. На самом деле я вам расскажу про несколько продуктов, которые можно взять в наших магазинах. И которые были раньше. Например, гранаты. Мы все любим гранаты. Мы знаем, что это. Кровь очищает кровь. Точно. Там очень много антиоксидантов. Но порой люди забывают о том, что это можно есть. А знаете еще почему? Потому что иногда гранат, он может быть маленький, большой, какой угодно. Ты его вскрываешь, а там... Гнилой. Не то, что гнилой. А там практически нет этих зернышек, потому что непонятно, откуда его везли и как его вообще выращивали. Вот еще в чем проблема. Ну, тут да. Тут нужно уметь выбрать красивый, вкусный. Но если попадается хороший, то это полезно. Это очень полезно. Если мы будем съедать хотя бы пол граната в день, каждый день в течение нашей зимы, то болеть нам не придется. Ну и тем более будет много-много полезных веществ, которые нас только улучшат. А вот из модных и новых суперфудов, потому что вот вы говорите, те, к которым мы привыкли, потому что даже я в свое советское детство помню, всегда был гематоген, гранат. Ну, по сути, тоже суперфуд. Из новых я, например, люблю кейл. Это такая кучерявая капуста, очень приятная. Единственное, что ее сырой не очень вкусно есть. Да, потушить немножко. Потушить, замариновать, получается там вкусный салат. Можно я спрошу, это что такое? Это такая кучерявая капуста. Она откуда-то вообще? Она, в принципе, у нас тоже произрастает. Уже ферму в Подмосковье есть. Да, как бы не очень популярна именно за счет того, что мы привыкли капусту порезать и съесть. Конечно. А в таком виде она не очень вкусная. Это как большой лист такой. Ага, так. То есть ее обдирают, убирают вот все эти прожилки жесткие, и дальше ее можно приготовить. А зачем ее есть? Что в ней такого хорошего? В ней очень много витамина С, в ней много других полезных веществ, и, в принципе, это очень вкусно. Так, что еще из новенького? Из новенького иногда я предлагаю людям есть ягоды Годжи, но просто потому, что люди слышали про этот продукт. Это вот то, что у нас, да, вот красненькое стоит, да? Но она сладенькая, она вкусненькая. Она сладенькая, вкусненькая, в кашке очень хорошо. А что полезного в них? Там много белка. Единственное, нужно не забывать, что это все-таки растительный белок, и он усваивается чуть хуже, чем все-таки животный белок. Там много антиоксидантов, у нас селен есть и прочее. Ну, то есть микроэлементов много, которые нам помогают. Давайте, Коль, бы вы наш столик сейчас показали. Расскажите еще о некоторых из продуктов, которые я себе представлю. Ну, я, например, у вас вижу спирулину. Да. Это хороший вариант, то есть если человек, например, сидит на вегетарианстве, на веганстве, то это хорошо поддержит питание, да, добавит определенные витамины, определенные... А если не сидит? А если не сидит, то... Не, не надо. Скажем так, да. Понятно. То есть можно попробовать, но в данном случае не очень доказана эффективность. Понятно. А для них доказанность? Для нас доказанность. Для вас, извините. У них немножко другое питание. Хорошо. Так, вот у нас еще есть какао-бабы. Честно говоря, у меня были клиенты, которые это пробовали, но я не советую. То есть я не знаю, насколько оно действительно эффективно, но за счет того, что вкусный запах, интересный вкус, это можно добавлять в разные продукты, в кашки, в выпечки и прочее. Либо заменять сладкое, да, или кофе даже заменить. Знаете, что у меня все как слово, как мюсли, набрасывается. Да-да-да, все это... А как вы к кино относитесь? Я очень люблю. Я тоже. Особенно если в какой-нибудь салатик бывает. Да, с авокадо. Можно еще раз это название, потому что... Это киноа. У тебя есть. Киноа. Киноа, да. Киноа есть. Да. А на русском это лебеда. Вот. Продолжим наши бокалы. Дальше кардамон, да? Кардамончик. Это вот это у нас? Да, кардамон. Не в курсе. Понюхайте. Ой, как. Ой, пахнет очень вкусно. Кофе, чаи, это все прекрасно, это пахнет у нас Индией. Хорошо, давайте тогда перейдем вот к пакетам. Например, что там у нас? Чия у нас еще есть. Вот легендарный Чия Пудин, который сейчас многие любят. Да-да-да. Который теперь уже моя, Юля, мне приписала. Да. Буду омолаживаться. Так, вот про Чия расскажите. Чия у нас содержит много омега-3. То есть на 100 грамм это где-то 17 грамм именно омеги-3. Единственная проблема, съесть 100 грамм Чия. А это тяжело? Ну, как бы представьте, если она еще распухнет, это много. Она распухает, когда ты водой заливаешь. Да, да. Посмотрите, что такое Чия вообще, как оно выглядит-то? Это семена. Они такие небольшие. То есть как голодь надо их, что ли? Они как, нет, они как мак, но разбухают, когда ты заливаешь либо молоком, либо кедровым молоком. И потом это становится вкусный пудинг, туда можно добавить банан, какой-нибудь фрукт и на завтрак есть. Веселые вы люди, придумывайте себе какие-то новые эксперименты. Так интересно же и жить. Хорошо. На, с какао-бобами мы разобрались. Вот амарант еще, зерна. Вот большой пакетик, Даня, тоже, наверное, для вас новинка. Для меня новинка, потому что, если честно, я не пробовала. Это вкусно, точнее, это интересно с точки зрения, что как бы новое что-то попробовать, так же, как кино. Вот давайте мы сейчас прямо на вас, вот как вот вы взяли в руки некий новый продукт, как вы будете его исследовать? Расскажите, каков механизм. Что заставит вас его купить, либо не купить? Не то, что купить, не купить, а именно как специалиста. Как специалиста? Вы же, наверное, состав сейчас прочитали. Да, ну состав как бы... А он специалист же тоже может купить, правильно, что-то новое, интересное? Да, конечно, специалист он будет пробовать. Как вы будете проверять это? По-честному? Да, на ком? На ком? На себе. На себе, на мужа. Муж у меня не все съест, поэтому... А, муж может, то есть бедный муж ест вот это все новое, проверяйте на нем? Ну, скажем так, я пробую это все проверить на нем, но не все он съест. Да, действительно, я буду пробовать сама. То есть как это на вкус, с чем это можно есть, с чем можно сочетать. Как организм реагирует на это, да? Ну, тоже да. Плюс я еще всегда смотрю исследования западные. То есть, когда появляется что-то новое, появляется много исследований. Ну, мы же понимаем с вами, что исследования лоббируют. Да. Что статьи проплачивают, эти профессорские фамилии... Телевидение, все куплено. Ну, не то, что все куплено, но есть как бы замечательные отзывы, есть какие-то страшные отзывы, и начинает пухнуть голова. Так есть или не есть? Ну, поэтому я обращаюсь все-таки не к публичным исследованиям, а те, которые более специализированные. Для умных. Которые не в открытом доступе, скажем так. А, даже так? Конечно. Господи, у меня вообще такое ощущение после наших программ иногда складывается, что я живу вообще в каком-то ином мире, и что я подопытный кролик не в плане пробования нового, а все то, что мы сейчас потребляем, это вообще, оказывается, все отрава, что ли? Нет, зачем отрава? Это просто кем-то продумано. Что, зачем, почему? Как, для кого это можно преподнести? А вот если в процентном соотношении, да, мы уже двигаемся к финалу, в процентном соотношении продукты, которые существуют сегодня, известны всем, и мы их берем, скажем, за 100%, да? А новые продукты, какую они нишу занимают, там, 20% по отношению к этим 100%, 40%, 30%, 10%, вот которые первооткрыватели такие для нас. Хотя, как я понимаю, некоторые из этих продуктов хорошо забыты и старые. А если брать именно что-то, как новинка берется, то это процентов 15 от рынка. Но если брать, сколько из этого мы съедаем, да, по-честному, то это процентов 5. То есть задача сегодня тех людей, которые это производят, что тоже как-то кажется нереальным, почему я такой добрый, хороший, я решил производить натуральные продукты? Потому что это же все-таки бизнес, надо же их как-то продавать, поэтому, возможно, не все так чисто на руку. Есть там какая-то все-таки негативная история? А негативная история? Какой-нибудь маленький Е, Е там, 100 такой-то, который может быть где-то маленькими буковками. Скорее по-другому. Просто если человек на это все набросится, если будет потреблять в больших количествах, потому что это суперфуд, это круто, да, то могут быть какие-нибудь неприятные последствия. Ну, так же, как если мы будем есть только курицу, все 7 дней в неделю, да, то у нас... Многие так, кстати, и едят, кстати. Если мы ничем не будем обогащать этот рацион, то, в общем-то, человек очень быстро загнется. Вы меня напугали. Все нужно сделать с умом, Коль. Меня напугали. Я так много сегодня этого попробовал. Ну, это нормально. Доеду ли я домой? Хорошо. Давайте резюмировать. Получается, что вы, как специалист, ну, по крайней мере, про те продукты, про которые вы знаете, считаете, что это действительно питание, которое можно потихонечку предлагать людям и потихонечку что-то там заменять или добавлять, неважно, и попытаться перестроить нацию вот с некого того советского периода, когда просто нужно было кормить народ, на некое правильное питание. И не обязательно, чтобы это было фермерские продукты, якобы. А что это действительно новые или хорошо забытые старые продукты, которые позволят человеку, может быть, по-новому прочувствовать свою вот эту продуктовую жизнь. Правда? Действительно так. То есть я все-таки за то, чтобы человек отходил от советского питания и кушал более полезно, да? И я не против того, чтобы человек пробовал что-то новое, интересное. Тем более я за то, чтобы люди путешествовали, а в путешествиях мы едим совершенно иначе. Почему в обычной жизни не кушать так же, немножко иначе, немножко интереснее. Ну, давайте попробуем немножко поесть иначе, но помните, что всего, все надо делать постепенно. И в меру. И в меру. Абсолютно право. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Ну, ты сегодня, конечно, меня поразила. Я впервые узнал, что, оказывается, есть такое понятие, как суперфуд, какая-то новая еда. Если верить тому, что говорил наш эксперт, это какая-то... Можно стать суперчеловеком. Ну, это громко сказано. Попытаться, может быть, если в это поверят наши телезрители. Это правда? Ты веришь в это? Я верю во все. Молодец. Это была программа «Зевра». Я Николай Пивненко. А я Юлия Кривопустова. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»